МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Годовая инфляция в Воронежской области ускорилась до 6%. Арбитражный суд Воронежской области поддержал требования о взыскании с левобережных очистных сооружений платы за негативное воздействие на окружающую среду. С начала года на дорогах Воронежской области погибло почти 300 человек. 3 декабря отмечается Международный день инвалидов, главная цель которого – привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. МКС – транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-23» отстыковался от малого исследовательского модуля поиск российского сегмента Международной космической станции для дальнейшего затопления в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в среду. «Прогресс МС-23», проработавший на Международной космической станции более полугода, был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. По данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, не сгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, уточнили в госкорпорации. В Роскосмосе также добавили, что на смену грузовому кораблю придет новый «Прогресс МС-25», старт которого с космодрома Байконур намечается на 1 декабря. Корабль «Прогресс МС-23» был запущен к МКС 24 мая 2023 года ракетоносителем «Союз-2.1а» и доставил на станцию свыше двух тонн грузов. ООН. Гуманитарное перемирие в секторе газа – это не выход, заявил Генсек ООН Антонио Гутерриш на совместной пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского Союза Муссоэфаке Махаматом. По словам Генсека, гуманитарная пауза – шаг в правильном направлении и символ надежды. Однако она не решает ключевых проблем. Гутерриш вновь повторил призыв к гуманитарному прекращению огня, которая приведет к освобождению всех заложников и даст возможность поставлять гуманитарную помощь в Анклав. Аргентина. Тысячи демонстрантов вышли в среду на улице Буэнос-Айреса, требуя досрочной выплаты декабрьских зарплат и обеспечения программ социальной помощи до инаугурации нового избранного президента Хавьера Милея. Митинг, созванный несколькими профсоюзами трудящихся, состоялся после того, как новоизбранный Милей подтвердил, что его администрация проведет серьезные сокращения в сфере социального обеспечения. Ожидается, что Милей вступит в должность 10 декабря 2023 года. На протяжении всей своей президентской кампании телезвезда, ставший политиком, обещал упразднить Центральный банк, сократить государственные расходы и перевести экономику на доллары, чтобы преодолеть растущую инфляцию и бедность в Аргентине. Китай. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь во время пресс-брифинга в среду отклонил вопросы о судебном процессе над 47 активистами демократического движения в Гонконге, заявив, что это не вопрос иностранных дел. Судебное разбирательство включает в себя обвинения 47 активистов, арестованных в соответствии с законом о национальной безопасности от 2020 года. В ходе разбирательства Министерства иностранных дел Китая были заданы вопросы об их позиции в отношении этого судебного процесса. 47 обвиняемых были арестованы в 2021 году после введения Пекином закона, принятого после значительных протестов в 2019. Согласно сообщениям местных СМИ, прокуроры утверждают, что эти активисты стремились нарушить работу правительства Гонконга и сместить лидера города, пытаясь получить большинство, способное наложить вето на бюджетные решения. Говоря об отношениях с Мьянмой, Иван Ваньбин заявил о приверженности Китая, уважению суверенитета и территориальной целостности Мьянмы. Он заявил о поддержке Китаем стабильности, развития и мирных инициатив Мьянмы, подчеркнув важность сохранения дружественных отношений между двумя странами. На фоне растущей напряженности три корабля ВМС Китая с семистами моряками прибыли в Мьянму с визитом доброй воли и для проведения совместных военно-морских учений. Военные Мьянмы ведут борьбу с этническими вооруженными группировками, в частности с альянсом трех братьев вблизи китайской границы с 27 октября. Как сообщают местные СМИ, обострение конфликта вызывает озабоченность региональной безопасностью, переключив внимание на глобальные проблемы, Ван Ваньбинь признал, что экстремальные климатические явления происходят все чаще, подчеркнув необходимость активизации глобальных усилий по борьбе с изменением климата. Наконец, он отметил проведение Китаем китайской международной выставки цепочек поставок, назвав ее ключевой платформой для глобального делового взаимодействия. Он подчеркнул важность приверженности Китая развитию открытой мировой экономики в условиях, как он выразился, глобального выбора между открытостью и изоляцией. Палестина. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что двое палестинских детей погибли в результате применения огнестрельного оружия израильскими войсками во время рейда в Дженине на севере западного берега реки Иордан. Палестинский красный полумесяц также сообщил, что израильские войска застрелили двух детей в возрасте 8 и 15 лет, соответственно. Представитель палестинского красного полумесяца в Дженине Махмуд Аль Саади рассказал, что дети играли возле своего дома, когда в них выстрелили. Во время атаки израильская армия разрушила несколько домов в городе, объявив военную зону закрытой. Согласно официальному заявлению, в ходе рейда были арестованы 17 человек. Рейд произошел, несмотря на соглашение между Израилем и Хамасом о четырехдневном прекращении огня и обмене заложниками, которая вступила в силу в пятницу в 7 утра по местному времени. Две женщины из России и Израиля покинули в среду сектор газа через контрольно-пропускной пункт Рафах после того, как их освободил Хамас. Пятидесятилетняя женщина и ее семидесяти трехлетняя мать прибыли в Египет на машинах Красного Креста. Как сообщается, обе были похищены во время нападения на кибуц Энер-Ос 7 октября. Представители боевого крыла Хамас передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста освобожденную из плена врача-фтезиатра Ирину Тати из Ростова-на-Дону и ее дочь Елену Труфанову. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что женщины вызволены в том числе благодаря усилиям российского МИД и Минобороны. В конце октября Елена Труфанова появилась на распространенном Хамасом видео вместе с еще двумя пленницами. На кадрах женщины требовали от власти Израиля усилий по возвращению заложников домой. По информации посла Израиля в России Александра Бенцви, зять россиянки Виталий Труфанов погиб в первый день эскалации Палестино-Ирзраильского конфликта. 30 октября МИД Израиля заявил, что жертвами событий стали 268 иностранцев, в том числе 21 гражданин Российской Федерации. Еще трое числятся пропавшими без вести. При этом по состоянию на 7 ноября сообщалось о семи погибших россиянах. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что его страна однозначно планирует возобновить борьбу до конца во время выступления из Тель-Авива в среду. На прошлой неделе под давлением международного сообщества в Газе была согласована четырехдневная гуманитарная пауза. Хамас обменял израильских заложников на палестинцев, содержащихся в Израиле в качестве пленников. Израиль согласился продлить перемирие на один день за каждые 10 освобожденных заложников. Сильвана Феник, директор отделения психологической медицины и детский психиатр детского медицинского центра Шнайдер во время интервью в Петах Тикве в среду заявила, что семьи, находившиеся в плену, вряд ли вернутся к прежней стабильной ситуации. Специалист подчеркнула, что в зависимости от того, какую травму и в какой форме получил пациент, вероятность его возвращения в относительно стабильную ситуацию очень неоднозначна. Объяснив, что некоторые молодые люди, вернувшиеся из газа, все еще имеют привычку разговаривать шепотом. Психиатр пояснила, что им потребуется время, чтобы приспособиться к новой реальности. Сербия. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич прокомментировал предстоящую встречу министров ОБСЕ во время пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нортлеу в Белграде в среду. Дачич подчеркнул вызовы, стоящие перед организацией и важность присутствия министра иностранных дел России Лаврова. Министр подчеркнул, что встреча имеет большое значение, поскольку на ней также будут присутствовать министр иностранных дел России Лавров, и страны-участницы попытаются достичь компромисса по таким важным темам, как бюджет или функционирование всей организации. Дачич также подчеркнул изначальную цель ОБСЕ, подчеркнув ее роль как форума, созданного для преодоления конфликтов и предотвращения новых. Он призвал государства-члены придерживаться основополагающих принципов организации. Год назад министр иностранных дел России Сергей Лавров был исключен из числа участников заседания ОБСЕ, которое проводила Польша, запретившая ему въезд в страну. В этом году роль принимающей страны для членов ОБСЕ взяла на себя Северная Македония. Однако некоторые страны Балтии и Украина выступают против присутствия Сергея Лаврова на ежегодной встрече министров иностранных дел. Они призывают другие страны-члены последовать их примеру и отказать Лаврову в участии. Македония. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг прибыл в Скопье для участия во встрече глав МИД организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 30-я встреча Совета Министров иностранных дел ОБСЕ начнется в Скопье в пятницу и продлится до субботы. В мероприятии примут участие главы дипломатических ведомств 57 государств. Ожидается, что стороны обсудят безопасность в евроатлантическом и евразийском пространстве, а также работу организации во всех сферах. Бельгия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил о поддержке Украины и ее членство в НАТО во время своего выступления на открытии Совета НАТО Украина в Брюсселе. Он добавил, что союзники оказывают Украине беспрецедентную военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также поддерживают необходимые реформы для продвижения Украины к членству в НАТО. Во время двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО Украина, в котором приняли участие министры иностранных дел стран НАТО и представитель Швеции. По сообщениям в центре внимания было обсуждение важнейших вопросов, включая энергетическую безопасность и продолжающийся конфликт между Россией и Украиной. Генеральный секретарь НАТО также приветствовал продление режима прекращения огня между Израилем и Хамасом на пресс-конференции по итогам встречи в бельгийской столице. Госсекретарь США Энтони Блинкен также приветствовал продление перемирия между Израилем и Хамасом и заявил, что Вашингтон хотел бы продлить его и дальше. Главный американский дипломат также подтвердил поддержку США двогосударственного решения в регионе. Верховный комиссар Европейского Союза по международной политике и безопасности Жозеп Боррель представил совместный доклад об отношениях блока с Турцией на пресс-конференции состоявшейся в среду в Брюсселе. Боррель назвал Турцию важным соседом и ключевым партнером, хотя вступление Турции в Евросоюз остается в тупике. Турция выступала в качестве посредника в конфликте между Россией и Украиной, а также заняла конфронтационную позицию по отношению к Израилю в связи с его конфликтом с Хамасом в секторе Газы. Боррель признал разногласия по этим позициям, но подчеркнул, что Турция и Евросоюз поддерживают одну и ту же позицию в отношении решения о двух государствах и усилий по ближневосточному мирному процессу. Турция была признана приемлемой для вступления в Евросоюз в 1999 году. Однако процесс вступления застопорился, поскольку Брюссель обвинила Анкару в продолжающемся откате от реформ в ключевых областях. Германия. Министр обороны Германии Борис Писториус и министр здравоохранения Карл Лаутербах из коалиции Свектофор ответили на вопросы депутатов Бундестага во время парламентской сессии в Берлине в среду. Большую часть своего выступления Писториус посвятил защите политики правительства в отношении конфликта между Россией и Украиной. Далее Писториус отметил, что Германия должна снова стать более оборонительной. Министр здравоохранения Карл Лаутербах выступил в защиту нынешнего управления сектором, но обратился к своим коллегам с призвым подчеркнуть важность представленной реформы для системы здравоохранения страны, испытывающей дефицит средств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер подтвердил на пресс-конференции в среду в Берлине, что правительство страны увеличит гуманитарную помощь палестинским территориям до 179 миллионов евро в этом году, включая 106 миллионов новых средств и заявил, что гуманитарная пауза в конфликте между Израилем и Хамасом должна продолжаться как можно дольше. Эта помощь идет на пользу жителям газа через Всемирную продовольственную программу, Международный комитет Красного Креста и Немецкий Красный Крест. Жителям газа по-прежнему нужно все вода, еда, лекарства, одежда и эти средства призваны помочь обеспечить гражданское население товарами, необходимыми для выживания, сказал он. Фишер также сообщил, что среди примерно 70 человек, освобожденных Хамасом после заключения соглашения с Израилем, были и граждане Германии. Новости России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала передачу Нидерландами с киевского золота Киеву, отметив, что ГААГа приняла политизированное решение и создала опасный прецедент. Об этом дипломат сказала на брифинге в среду в Москве. Захарова назвала передачу Нидерландами экспонатов выставки «Крым, золотое и секреты Черного моря киевским властям нелегитимной с точки зрения сложившейся практики музейных обменов». В 2013 году четыре крымских музея Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Херсонес Таврический направили в Амстердам экспонаты, которые вошли в выставку «Крым, золотой остров в Черном море», открытую 6 февраля 2014 в музее Алларда Пирсона. Коллекция включала свыше 500 артефактов из золота, бронзы и керамики, датирующиеся периодом от VI до VII веков. После включения в 2014 году Крыма в состав России власти Нидерландов решали, в какую страну отправить коллекцию скифского золота в Россию или Украину. 26 октября 2021 года в апелляционном суде Амстердама было вынесено решение о передаче коллекции Украине. В свою очередь музеи Крыма в январе 2022 года направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, которую оставили без удовлетворения. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов вынес окончательное судебное решение и постановил передать скифское золото Украине. Около 90% интеграционных мероприятий в рамках союзного государства Российской Федерации и Белоруссии выполнено, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета Министров Союзного Государства в Москве в среду. Глава Кабмина Российской Федерации также добавил, что реализация всех совместных программ окажет положительный эффект на белорусскую экономику. Со своей стороны премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о провале внешних попыток внести дезорганизацию в союзное государство. Глава правительства Белоруссии также отметил положительный рост экономик обоих государств, а также увеличение количества российских инвестиций в республику на треть по отношению к прошлому году. Представители международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» организовали флэш-моб в Саратовской области в рамках тура по городам России «Пути трофея». На кадрах, снятых в среду, участники мероприятия в парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина выстраиваются в надпись «Игры будущего». Ранее кортеж посетил Саратов, восьмой и конечный город маршрута. До этого его показали в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Самаре, Уфе и Оренбурге. Как сообщили на официальном сайте турнира, в конце путешествия главный приз соревнования отправится в космос с Байконура. По возвращении с орбиты он останется в столице Татарстана как символ первых в истории «Игр будущего». Международный мультиспортивный турнир в концепции «Фиджетал Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Новости нашего региона. Жители Воронежской области стали больше тратить денег на оплату услуг и покупку товаров. Такие данные приводит региональное управление Росстата. По сравнению с уровнем прошлого года у жителей Воронежской области на 7% выросли потребительские расходы. Всего с января по сентябрь на оплату услуг и покупку товаров ушло 735 миллиардов рублей. А вот доходы по данным статистиков выросли на 11,5% и составили 848 миллиардов рублей. В среднем каждый житель области получал 41 241 рубль. Однако несмотря на такой рост жители региона могли совершить на 91 поездку в городском транспорте меньше, чем в прошлом году. Годовая инфляция в Воронежской области ускорилась до 6%. Как изменились цены к концу года, об этом расскажем в нашем следующем сюжете. Быстрее всего дорожают продовольственные товары. Это замечают и потребители. Половина участников опроса фонда общественное мнение ощутили рост цен на мясо и птицу. Третья часть почувствовала подорожание хлеба. Быстрее всего дорожали непродовольственные товары и продукты питания. Ускорение роста цен на услуги было более медленным, но при этом инфляция в нашем регионе сложилась ниже, чем в целом по Российской Федерации и ниже, чем в Центральном Федеральном округе. По-прежнему цены росли из-за высокого спроса при недостаточном предложении. И также сказывалось недавнее обесценение рубля. Животноводы и мясопереработчики несли дополнительные издержки по приобретению ветеринарных препаратов, кормов, оборудования и как результат увеличились цены на яйца, мясо птицы, свинину, а также на колбасные изделия. Из-за ослабления рубля подорожали смартфоны и автомобили. По итогам опросов россияне реальную инфляцию превышают в два раза и оценивают ее в 14%. Эксперты говорят, это все потому, что у каждого рост цен ощущается по-своему. Ведь каждый берет нужные для себя товары и продукты, и личная инфляция может быть гораздо выше официальной. В Воронежском регионе активно приобретали в октябре мебель и сопутствующую к ней фурнитуру. В связи с этим у нас увеличились цены на кресла и диваны. При дешевеющем рубле отечественные производители более выгодно стали продавать древесину за границу, поэтому сократилось предложение на внутреннем рынке, что также подстегнуло рост цен на мебель. Цель Банка России достигнуть годовой инфляции в 4%. Это оптимальный уровень с точки зрения роста цен и роста экономики. Политика Банка России направлена на то, чтобы обеспечить сбалансированность между совокупным спросом и производственными возможностями экономики. Эти два показателя должны идти нога в ногу. Только в таком случае будет обеспечиваться инфляция в 4%, что является целью Банка России. Если этого не делать, то высокий спрос, который поддерживается активным ростом кредитования, не будет увеличивать реальное потребление, а только подстегнет рост цен. Низкая инфляция создает условия для устойчивого и сбалансированного экономического роста. Это сбережет накопление россиян от обесценивания, а рубль станет более привлекательной валютой в системе международных расчетов. Тем временем в борьбе с инфляцией не исключено, что ключевую ставку поднимут еще выше. Банк России прогнозирует годовую инфляцию не выше 7,5%. Тем временем некоторые эксперты полагают, что реальная инфляция будет в 2,5 раза выше официальной. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. Арбитражный суд Воронежской области поддержал требования о взыскании с левобережных очистных сооружений платы за негативное воздействие на окружающую среду. Иск на сотни миллионов рублей подало Центрально-черноземное управление Росприроднадзора. Специалисты регионального управления Росприроднадзора установили факт неисполнения левобережными очистными сооружениями обязательств в ходе проведения контроля за исчислением платы за негативное воздействие на окружающую среду. В досудебном порядке урегулировать спор не удалось. После этого управление направило в арбитражный суд Воронежской области иск о взыскании 705,5 миллионов рублей с лос. Суд поддержал эти требования. Задержан подозреваемый в двойном убийстве, которое произошло в Воронеже 20 лет назад. Нашли его в Татарстане. Это преступление произошло в августе 2003 года. Мужчина сидел в машине с двумя товарищами на стоянке пляжа в Боровом. Между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый достал пистолет и застрелил своих друзей. Один из них погиб на месте, а второй в больнице на следующий день. Было возбуждено уголовное дело и установлена личность злоумышленника. Однако задержать его не удалось. Два десятка лет он скрывался от следствия. Нашли его в Казани. Сейчас 46-летний мужчина арестован. Он уже дал признательные показания максимальное наказание по статье пожизненный срок либо смертная казнь. С начала года на дорогах Воронежской области погибло почти 300 человек. Такие цифры прозвучали во время Круглого стола, на котором общественники и полицейские обсуждали методы совместной работы в сфере предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Смотрите сюжет пресс-службы регионального главка МВД. Участники Круглого стола собрались в Доме журналистов накануне Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Памятная дата учреждена ООН и отмечается с 2005 года. Члены общественного совета вместе с юными инспекторами дорожного движения и сотрудниками госавтоинспекции сейчас принимают активное участие в мероприятиях посвященных Международному дню памяти жертв ДТП. У нас идет сейчас в регионе дорожный патруль и все мероприятия все викторины все памятные мероприятия посвящены именно этой дате. Вот сейчас мы запустили челленджер который называется семейный патруль размещен он в телеграм-канале Главного управления ГИБДД можно посмотреть это очень интересно и познавательно. Спикеры обсудили эффективные методы совместной работы в сфере безопасности дорожного движения а также важность профилактической деятельности направленной на стабилизацию ситуации с ДТП в регионе а она остается сложной. По итогам 10 месяцев на территории Воронежской области погибло 278 человек в дорожно-транспортных происшествиях более 2000 ДТП произошло и более 2500 людей получили ранения основные причины ДТП это выезд на полосу встречного движения и наезды на пешеходов в том числе на пешеходных переходах Сейчас погодные условия меняются увеличивается тормозной путь поэтому в госавтоинспекции призвали водителей быть максимально внимательными во время движения а пешеходов не забывать про светоотражающие элементы на одежде 3 декабря отмечается Международный день инвалидов главная цель которого привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями накануне этой даты редакция 41-го телеканала попыталась выяснить как живут воронежские инвалиды В этой квартире на улице Иркутской инвалид первой группы Анна Бакарогла живет вместе с родителями каждый ее выход на улицу для семьи целая проблема пандус в их доме появился когда Анна была еще подростком его наличие позволяло девушке время от времени выходить из дома помогая ей контактировать с внешним миром иногда можно выехать и просто погулять и даже в декабре сходить хотя бы элементарно тогда 20 лет назад с установкой пандуса помог местный депутат но со временем его функциональность себя исчерпала дело в том что он нас совсем не устраивает мы не можем на нем ни спустить Аню ни поднять потому что он очень крутой а она уже тяжелая а мы уже больные отец у нас перенес операцию на сердце у него срывается ритм с просьбой установить новый пандус пришлось обращаться в управляющую компанию но там в просьбе отказали мотивировав свой отказ тем что технически это невозможно мы обращались во все инстанции у нас документы есть нам приехали они хотели поставить нам электрический подъемник но сказали что условий для этого нету в подъезде очень мало места там трубы мешают нам дали отказ сказали вы можете встать на квартиру но тут же подчеркнули что может быть Анна Сергеевна когда-то ее получит но извините мне завтра ее к зубному надо повезти зубной не приходит сюда удалять зуб ее надо везти на Ильича там тоже нету подъемника о проблемах инвалидов знает не понаслышке и Анна Коломенская возглавляющая Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья один плюс один вот уже более пятилетка Коломенская помогает таким как Анна так как есть некоторые ограничения им не хватает возможности стучаться во все двери я случайно увидела видео Анны в интернете где она естественно у нее есть проблемы с речью где она рассказывает про пандус самое грустное для меня было что человек с охранным интеллектом замечательная умничка отличница даже мчужинка просто находится в заперте и таких ребят к сожалению очень много диагноз Анны Бакарогло детский церебральный паралич основной особенностью ДЦП является нарушение координации движения это заболевание связано с повреждением головного мозга во время развития плода в утробе матери или в результате родовой травмы как в случае с нашей героиней у Анни родовая травма это у нее лицевое предвижение и поэтому у нее шея видите у нее не держит она там сломана а умственные способности у нее прекрасные у нее феноменальная память она помнит все что я уже давно забыла вот Аня первая родилась а еще у нас есть Таня она родилась вторая и они двойневые и когда Таня училась в первом классе Аня молча научилась читать а еще Анна пишет сказки в этом ей помогает специальная программа поскольку самой Анне писать сложно по натуре она человек увлекающийся и творческий есть у девушки и заветная мечта своими желаниями Анна поделилась с нами мечта мечта издать книгу попробовать читать на театральной на театральной сцене как может быть драматур а вот еще я сейчас мы с проектом один присадим готовим передачу для инвалидов в Орнежском центре один плюс один Анна всегда желанный гость но из-за того что выбираться из дома ей практически невозможно девушка вынуждена проводить свой досуг исключительно в домашних условиях но в своих проблемах Анна не одинока есть мероприятие которое у нас способствует социализации потому что дома в четырех стенах можно одичать конечно мы стали Анну пытаться вывозить как сказала мама совершенно верно папа был категорически против чтобы без мамы никуда но это все только потому что есть сложности именно сложности с передвижением вынужденное заточение касается практически всех инвалидов проживающих в старом жилом фонде с момента постройки таких домов пандусы в подъездах отсутствовали так как не были изначально предусмотрены проектом увы в этом случае законодательство не возлагает на управляющую компанию создавать такие объекты управление жилищно-коммунальным хозяйством не может помочь Анне сделать пандус к этому дому все далее ей предлагают получить квартиру если она малообеспеченная Анна немалообеспеченная потому что у нее первая группа инвалидности все мы приехали дальше мы никуда не двигаемся и поэтому мы обращаемся к законодательной власти к депутатам за помощью возможно с депутатской помощи семье Анны Бакарогова удастся решить эту проблему и у девушки появятся все шансы быть полезной другим людям мы проводим проектную мастерскую где Аннышка у нас просто звездочка она там реализует рассказывает о своих проектах о своих задумках она на нее сейчас другие ребята с инвалидностью равняются все кто готов помочь таким как Анна приглашают к сотрудничеству Воронежский центр поддержки людей с ОВЗ один плюс один особенно здесь требуется помощь автоволонтеров связаться с организацией можно через сайт ВКонтакте каждый из нас может нести свой вклад в общее дело работая с 2018 года с 41 каналом у нас удалось установить три пандуса вы представляете после съемки вашей передачи к нам приходят депутаты нас поддерживают и если действительно в фонде невозможно установить пандус в этом доме то депутаты помогают решить эту проблему вот так что мы благодарим вас огромное спасибо вас замечательные сюжеты которые помогают людям нашим жить Галина Жукова Валерий Бобкин 41 канал это все на сегодня ждем от вас обратной связи звоните нам по телефону 206-94-06 пишите по электронному адресу который видите на экране также ждем вас на официальном сайте 41 канала смотрите Воронеж события факты в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube канал а я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области всего вам доброго и в следующей серии и в следующей серии Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok